Какова судьба пустозерского дома-интерната для инвалидов? Этим вопросом задаются жители округа. О том, что ждет учреждение социального типа, горожане решили спросить у главы региона в ходе прямой линии. Игорь Кошин ответил, одинокие престарелые граждане получат новый дом. Его построят в селе Тельвиском. Кроме того, улучшится и качество предоставляемых услуг. С подробностями Любовь Пермякова. Сегодня дом-интернат для престарелых совмещает под одной крышей хозяйственный блок и комнаты, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья и люди высокого возраста. Данное здание не приспособлено для тяжелобольных и маломобильных категорий. Здесь нет специального оборудования для перемещения колясочников, адаптации пространства инвалидов и мобильного подъемника. Особенно в отделении, где лежачие больные. Там у нас очень загружено. И еще поступает, знаете, очень много людей, которые лежачие. Комната, по счету, небольшая, по четыре, по пять, по три человека. Там должны находиться на один квадратный метр, где-то по шесть, по семь квадратных метров на одного человека. У нас получается немного меньше. Свободных помещений для занятий рукоделием и клубов по интересам не хватает и для тех, кто имеет возможность самостоятельно передвигаться и вести активный образ жизни. Чтобы улучшить условия проживания, окружные власти планируют построить новое здание. В рамках исполнения поручения губернатора Игоря Юрьевича Кушина мы оформили земельный участок в Тельвиске. Там очень красивое место. Участок чуть больше двух гектаров. То есть, помимо строительства самого здания, будет очень хорошая прогулочная зона большая. Мы выезжали в Воронеж, потому что последний проект, который был реализован, он был в Воронежской области. Принимал он непосредственно президент России, Владимир Владимирович Путин. Вы знаете, мы когда приехали и увидели дом-интернат, мы подумали, что это усадьба, которая была в начале прошлого века построена. Дом-интернат для престарелых и инвалидов – пансионат «Каширский», про который рассказывает Сергей Свиридов, построен по специальному проекту. В здании предусмотрен специальный подъемник. Ванны тоже оборудованы подъемными устройствами и поручнями. На кроватях ортопедические матрасы. В здании есть комната психологической разгрузки, кабинет лечебной физкультуры, буфет, служба, мобильная помощь и библиотека. Кстати, проект здания представители Воронежской администрации нашему округу просто подарили. Кроме постройки нового здания, планируется изменить и систему социального обслуживания. На сегодняшний день у нас процесс реорганизации начался в учреждении. На сегодняшний день мы начинаем выдачу уведомлений работникам о переименовании структурных подразделений и переименовании должностей. В частности, это касается медицинских работников, мы переименовываем социальные работники. У нас получается, что на одного человека, который обеспечивается в учреждении, приходится 3-4 человека. Допустим, один специалист, одна буфетчица, одна ванчица и один, допустим, работник медицинского состава. То, допустим, завтра это будет совершенно иначе система. Здесь будет у нас один социальный работник, и у него в подчинении, а в обеспечении будет 1, 2, 3 человека. По словам директора Пустозерского дома-интерната Александра Степанова, качество услуг от таких изменений только улучшится. Немалое значение здесь придаётся и человеческому фактору. Дело в том, что подопечным будет комфортнее, если весь спектр услуг будет осуществлять один человек. Сегодня в штатном расписании числится 26 санитарок, в том числе санитарки-уборщицы. В новом штатном расписании планируется 23 социальных работника и вновь вводятся две единицы уборщиков служебных помещений. Также изменения коснутся и системы питания. Штат пищеблока планируется сократить за счёт предполагаемой передачи обеспечения горячим питанием на аутсорсинг. То есть процесс питания будет осуществлять специализированная организация. Такой опыт зарекомендовал себя с положительной стороны. Об этом в ходе прямой линии, отвечая на вопросы жителей округа, сказал глава региона Игорь Кошин. Этот принцип изначально был взят из Европы, когда каждый должен заниматься своим делом. И многие функции в лечебных учреждениях за рубежом, такие как питание, уборка, выведены на аутсорсинг. По словам губернатора, лечебное учреждение должно прежде всего лечить людей, а не брать на себя несвойственные для него функции. В доме-интернате должны создать достойные условия для проживания людей старшего поколения. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.